здравствуйте друзья всем привет и с вами я михаил шилов автор проекта budushin.ru drshilov.com корректура.ru macibara.ru и budoblog.ru сегодняшний подкаст посвящен теме спортивного травматизма я постоянно радую во многих своих подкастах особенно на проекте корректура и доктор шилов за профилактику травматизма то есть я считаю что абсолютное большинство спортивных травм и особенно ауто травм могут быть предупреждены то есть профилактированы профилактика всегда намного лучше чем лечение на порядок дешевле меньше по времени занимает менее затратно по эмоциональным вещам и к тому же пока вы занимаетесь а профилактикой значит вы здоровы вы функциональны можете действовать если вы больны то возникают уже проблемы но именно об этом я сейчас и хочу поговорить несмотря на то что сам я постоянно предпринимаю ряд профилактических мер по предотвращению травм моя спортивная жизнь обладает вернее является высоко интенсивной то есть у меня очень много нагрузок и кардионагрузок виде бега вело тренинга кроссфита у меня силовой тренинг и тренинг по боевым искусствам и конечно такое количество нагрузок не может пройти мимо особенно когда тебе уже за 40 да хотя это вообще не возраст даже называется просто нужно более грамотно и более методично подходить к вопросу профилактики травм тем не менее да из-за такого большого количества нагрузок возникает определенная перетренированность и усталостные от травмы могут дать себя знать такая ситуация произошла и со мной я из нее безусловно сделал выводы то есть я постараюсь впредь избегать подобных ситуаций сейчас объясню с чем она связана для вас она послужит хорошим прямым примером и соответственно уроком потому что я из этой ситуации могу сделать выводы и произвести анализ не просто как спортсмен и человек получивший травму но и как врач ортопед травматолог так что же за травма у меня произошла произошел у меня частичный отрыв длинной головки бицепсах на правой руке произошло это буквально два дня назад то есть вот прямо что называется только что и тем не менее видите я двигаю рукой да вроде ничего и даже могу взять гантельку и поднять в чем же собственно говоря это проявляется я заодно научу вас диагностировать данную травму и понимать как действовать при подобной ситуации ну в первую секунду когда травма дала себя знать была острая боль хруст в мышце вы его почувствуете если такая проблема возникнет и дух так услышите даже чисто со слуха но и еще такая на такой как бы существует опроприорецептивный слух когда вы чувствуете а подергивание и похрустывание но не ухом прямо от тканями руки что непосредственно вот это происходит так отрыв мышцы разрыв частично разрыв или отрыв связки или сухожилия вот и такая ситуация именно и произошла значит резкая боль спазм мышцы невозможность разогнуть руку ну я сразу же предположил что у меня травма скорее всего отрыв или разрыв или частичный разрыв бицепса или сухожилия ну и соответственно так как я прекрасно знаю как выглядит подобная травма я сразу попытался дать оценку о произошедшей ситуации хотя в первой доле секунды оценить ее в полном объеме бывает иногда сам сложно но иногда легко если происходит полный отрыв головки то есть какого-то сухожилия какой-то головки бицепса то тут же мышца сокращается и подтягивается в противоположную от разрыва сам сторону если отрывается не стальная я сам сухожилие то весь бицепс смещается кпереди то есть дистально и собирается в виде шарика здесь если бывает отрыв дистального сухожилия то соответственно все наоборот мышца утягивается в сторону над плечи и бицепс становится визуально короче то есть поднимается вверх и тоже сокращенные волокна пока не расслабились собираются в виде шарика и часто одна головка даже собирается в такой ком как прямо ну реально раздутый шарик под кожей вот и соответственно даже если удается двигать рукой то она не называется на движение то есть не реагирует то есть рукой вы двигаете другая головка сокращается растягивается это не работает потому что отсутствует механизм до который мог бы растянуть ее потому что она уже не прикреплена ну вот мне пытался произвести оценку я посмотрел визуально на руку и увидел что бицепс у меня ушел немножко в сторону плеча то есть соответственно я оценил что у меня повреждение дистальное носите дистальных самосвязок или сухожилий но я еще не знал что соответственно произошло я понял что это не полный разрыв потому что головка не но тянулась полностью вверх вот но и рука разгибается рука двигается и в принципе я увидел что бицепс двигается по всему с длиннику прикрепления значит соответственно такую травму можно было диагностировать как сильное растяжение с частичным разрывом самосвязок или мышцы важно было понять что разорвалось мышцы или сам связки пропальпировав связки пока еще не возник отек я понял что в принципе связки и сухожилия все сам целый и это мне понравилось но сухожилие может быть и не целым на самом деле то есть она может не разорваться в ночь полностью а надорваться с одной сам стороны или а размачалится как вот фильмах показывают когда разрывается веревку под натяжением сильным с краев и от надрыва из-за этого она становится длинней ну представьте если вы натянули ткань то она дальше не тянется если вы сделаете перфорацию в ней она растянется больше то же самое если вы растянули резиновый сам жгут и он дальше не тянется вы можете чуть-чуть его надрезать и он растянется больше если не разорвется полностью вот сухожилием собственно а происходит та же самая тема и с мышцами происходит та же самая тема и вот значит осталось только понять что же разорвалось так вот если на разрыв сухожилия происходит то гематома как правило не бывает очень сильно выражены потому что сухожилие не содержит и в себя больших и около себя большое количество из кровеносных сосудов и поэтому гематома незначительно но сначала выявить это невозможно вот если же гематома проявляется объемная рука чернеет прямо там да то скорее всего это разрыв мышц потому что мышечная ткань она содержит большое количество капилляров и соответственно при разрыве эти капилляры тоже повреждаются и гематома вылезает на гематома может вылезти вовсе не в том месте где вы вы ее предполагаете то есть если вы ощутили боль в одном месте гематома может появиться совсем в другом потому что кровь стекает по межофициальным самим пространством она стекает самыми неведомыми для нее путями и если у вас рука опущена вниз вы поспали ночь там вас может гематому вылезти и чуть ли не на мизинце или на большом пальце если они наоборот мы по другим углом находились она может вылезти на плече хотя повреждение дистальное вот ну значит было понятно что повреждение неполное это уже порадовало рукой был двигать в то время больно поэтому ничего я больше дальше проверять не стал решил дождаться скажем утра вам же я рекомендую если вы видите если вы увидите что у вас полный тот отрыв а я объяснил как выяснить а полный разрыв у вас мышцы или сухожилия бегом бежать в травмпункт потому что вы не врач вот и не ортопед поэтому для вас самый лучший друг в таких сам ситуациях это врач ортопед травматолог потому что в такие в такой ситуации чем быстрее будет пришита сухожилие на место особенно если это аппроксимальный отрыв тем лучше прогноз на дальнейшее лечение моем же случае когда я поставил себе диагноз неполного повреждения неполного разрыва ушивание не всегда является лучшим методом возможно в какой-то степени оно могло бы помочь и в другой ситуации если бы я увидел очень выраженную яркую деформацию бицепса что он у меня например а при сокращении с блесенькой сокращается то есть низ бицепса сокращается с правильно потому что он правильно прикреплен верхние и с фрагменты волокна например были поторваны полностью он под кожей бы нужно тянулся бы выше это когда головка не все отрывается а разрывается частично если имело бы место было бы правильно то есть обратиться к специалисту и провести хирургическую операцию моем же сам случае операция не нужна на том этапе когда сейчас есть я думаю что все и будет так то есть залечим безоперационным с моих с путем потому что нас уже на следующий день я мог нормально в принципе сокращать рук ну без нагрузки разумеется и решил нас оценить форму и с бицепса сейчас я покажу вам собственно говоря что что есть через два дня вот смотрите здоровый бицепс вот он прикрепляется в дистальной части видно что когда рука разогнута он полностью натянут и сокращение он поднимается высоких такой да и так как у меня бицепс длинный то зазор от локтя и до бицепса небольшой то есть меньше двух пальцев теперь посмотрим на правую во первых мы видим гематому которая все-таки вылезла вот она гематома вылезла на предплечье вообще предплечье сама немножко модно пухше потому что туда но ты злилась принципе кровь там идет незначительный такой нами воспалительный процесс септически потому что нет но есть отек и что касается бицепса самого смотрите во первых при разогнутой руке мы не видим четкого контура прикрепления здесь он есть вот он с этой стороны его нет то есть как бы немножко сам гладко ну во первых и здесь есть отек а потом смотрите это резкий подъем такой маленький пик такой есть так называемая угловая деформация бицепса вот он углом поднимается те смотрите при сокращении руки он убегает вверх вот он конечно пикует но раньше у меня был вытянутых вплоть аж прямо до локтевого сгиба и сюда он не залезает уже сам три пальца если здесь даже два не залезает и видно подчеркиваниях вот она явно здесь такого подчеркивания нет и не залеза и у сюда уже три пальца спокойно ложатся вот поэтому есть разница довольно существенная так их и также при сокращении смотрим здесь бицепс опущен вниз вот он здесь он сразу поднимается вверх и видна деформация вот он от того места где он был закреплен и того места куда поднялся вот это и есть как раз то место где надорвалась сам фасция и надорвались сам связки которые переходят в сухожилие вот эту травму соответственно мне нужно залечить форму свою вытянутую полную длинную он не примет но если применять оперативное лечение то можно добиться вообще плохих эффектов каких бицепс может законтрактурить на сустав сам здесь может образоваться рубец который не позволит полностью руке разгибаться до конца и с ударной техникой особенно прямолинейный можно будет завязать то есть с дальними прямыми ударами можно будет завязать останутся только те где рука остается немного согнутой это все поэтому в угоду тому что убийца встал обратно длинным не стоит данных сам ситуации проводить юргическую какую-то манипуляцию это будет абсолютно лишним но я говорю это можно сделать только тогда когда вы четко понимаете что у вас неполный разрыв не очень выраженные повреждения диагностировать это можно по тем признакам которые я рассказал я опять немножко вернусь и подчеркну если полный происходит отрыв то вы видите ярко выраженную деформацию бицепса он убегает в сторону противоположную от отрыва или головка собирается в шарик под кожей и не будет отзыва на сокращение и движение руки то есть какая-то часть бицепса будет работать какая-то останется в постоянном сокращении в первое время потом когда расслабиться он будет интактен и при сокращении не будет работать если же вы видите что по всему длиннику ну поперечнику вот и по длиннику прикрепления того места где бицепс переходит от сухожилия он на все движения реагирует вот смотрите даже на ротации здесь видно конечно что ротация сказывается очень хорошо то есть над отзывается очень явно здесь отзыв конечно послабей ну потому что есть еще воспалительный процесс отек но тем не менее бицепс реагирует полностью единственное есть изменение в том что он стал короче но это не бицепс стал короче на самом деле это стали длиннее сухожилием и длиннее связки которые и переходят из бицепса в сухожилие из-за того что произошли микроразрывы и сухожилие стало длиннее в итоге бицепс из длинного как на левой руке стал просто а коротким что является анатомической нормой для очень многих людей поэтому я считаю что корректировать это никак не надо надо просто пройти хорошую реабилитацию сейчас поэтому сразу незамедлительно я начинаю физиолечение физиотерапию медикаментозную терапию физиотерапия на базироваться будет на том что сначала это будет полный оккупирование болевого сам синдрома способами такими как магнит терапия дальше это будет электрофорез с различными медикаментозными препаратами противовоспалительными которые ускорят заживление и потом это будут глубокие прогревания для того чтобы усилить кровоснабжение и естественную регенерацию а простимулировать и усилить для того чтобы уже дальше все заживало естественным путем но в ускоренном темпе ну в общем то вот и все а что касается разработки да то в принципе и можно заниматься практически сразу после нескольких дней на второй третий день надо потихонечку двигать не надо давать нагрузку но рука должна совершать какое-то движение то есть надо просто очень внимательно контролировать чтобы не было пиковых нагрузок и вообще нагрузок других а то надорванное сухожилие может разорваться и до конца если же вы не состоянии себя контролировать должным образом то лучше конечно руку на перевес либо вообще в гипс или овлубок какой-нибудь и вообще походить так но я себе не враг не буду контролировать ситуацию выводы я из этого сам сделаю безусловно и я просто поясню чем это было спровоцировано за день до этой сам тренировки когда я повредил себе бицепс я провел очень мощную тренировку на руки на бицепс и на трицепс и бицепс у меня находились в очень сильном пампе и фактически пиковые пиковые их сокращение вызывало даже спазм в этот момент я как раз работал на мешке на следующий день и нарабатывал топеркоты в этот момент при ударе мешка и снизу произошло очень яркое пиковые сокращения которые и и послужило травмой то есть на самом деле мышца сократилась она она повредила сама себя то есть настолько было сильные сокращения с спазм что произошел такой вот отрыв микроразрыв такая травма на самом деле не редкость у спортсменов даже молодых она характерна для копьем метателей очень для теннисистов кто большой теннис играет вообще там где есть резкое сокращение с участием работы бицепса именно пиковое резкое сокращение не всегда это полный там отрыв при этом бывает частично чаще всего поэтому я знаю как это лечится вот я рассказал вам а вкратце но если у вас есть хоть тени сам сомнение что у вас произошел отрыв к врачу бежим прямо незамедлительно ночью значит ночью что касается тренировок тренировки я не прекратил вообще и это правильно потому что знаете жалеть себя и тут же там себя мобилиза вернее мобилизовать а демобилизовать сам с тренировки и лечь на кровать начать себя жалеть лечиться рассматривать это как некий восстановительный период это неправильно если вы это сделаете вы на самом деле просто ментально себя погубите то есть вы во-первых вы нарушите свой график тренировочный вы нарушите свой ментальный подъем и собственно говоря будете восстанавливать потом не только руку но и психику потому что она имеет момент инерции если вы там а если вы затормозили то вам потом опять разогнаться в тренировочную тему будет достаточно долго поэтому если вы не можете работать рукой в полной мере работайте ногами работайте спину работайте ноги работайте пресс кстати что касается различного рода жимов подъем в гантели и разводок там где бицепс не задействован да и не участвуем даже жесткая стабилизация руки вы можете делать упражнения без проблем то есть поэтому жимы лежа жимы сидя разводки гантелей все это применяю уже сегодня я тренировал и не испытывал никаких затруднений короче ребята работы а травмы собираемся собираемся стараемся профилактировать и хочу сказать несмотря на то что я травму получил хотя уверен что абсолютное большинство травм можно профилактировать особенно ауто травм но тем не менее получил я считаю что если бы я бы не совершал моменты о профилактике то отрыв был бы полный это совершенно точно именно благодаря о профилактике я избежал серьезной травмы ну а тем кто не занимается так профессионально как я проблем вообще не будет если вы будете делать способы профилактики которые вы кстати можете найти на моем канале на ю тубе и будет вам счастье никаких проблем у вас не будет вообще удачи друзья до встречи подписывайтесь на моком на мой канал на ю тубе и на мои ресурсы на будушин точка ру доктор шилов точка ком корректура точка ру макивара точка ру в общем удачи всем пока